В Каспийском городском парке состоялось торжественное открытие памятной плиты выдающемуся политическому и общественному деятелю Магомеду Халилову, который и основал издубленное место Каспийчан для отдыха. Сивона работал, сажая деревья, и нас призывал к этому. А позже, когда нужно было благоустроить площадку перед кинотеатром Москва, на месте бывшей лесопилки Магомед Рободанович сам лично ездил в Ташкент за саженцами прекрасных роз. На мероприятии присутствовали заместитель главы города Гусейн Ункилов, заместитель председателя собрания депутатов муниципалитета Аза Алиева, военный комиссар Марат Пашаев, представители организаций и ведомств, а также родственники Магомеда Рободановича и Каспийчане. Присутствующие отметили его чувство справедливости, а также то, что он был истинным патриотом своего города. Я расскажу одно. Он жил в том доме, а вот те годы, когда я училась в медучилище, тогда мне было 14 лет, а вот где стояло молочные желтые такие, бачки молочные, молочные такие где стояли. Я утром, сейчас утра просыпала, чтобы всем утро пойти за молоком. Очередь выстраивался. И когда жители жили, а тогда были баллоны трехлитровые и сетки. Я ребенок стою последний, там очень большая очередь. И с первого часа люди приходили, говорили, стоит племянница Магомеда Рободановича, давайте без очереди пропустим, потому что он на работу должен в 8 утра быть, опаздывает. Один раз, два раз и третий раз Магомед мне поругал и сказал, никогда не смей без очереди лезть. В этот день коллеги, товарищи и родственники рассказали о его работе и жизни. Магомед Халилов родился 30 декабря 1930 года в селении Геба Акушинского района. С детства он познал нелегкий труд горцев. Потеряв родителей, Магомед воспитывался в семье своего дяди, комиссара милиции, генерала-майора Гасаини Абакарова. Поступил в ремесленное училище, чтобы стать работником Дагдизеля. Не успел он освоиться на рабочем месте, как ему пришла повестка военкомат. После армии Магомед Рободанович возвратился в родной город и стал заведующим отделом Каспийского горкома ВЛКСМ. Заводская комсомолия избирает его секретарем завкома, но областное руководство посчитало, что Халилову по плечу более серьезные дела. Должность первого секретаря горкома Комсомола. Четыре года Магомед Рободанович был инструктором горкома партии. Затем пять лет являлся заместителем председателя горисполкома. В 1970 году депутаты городского совета доверили ему пост председателя Каспийского горисполкома. По инициативе Магомеда Рободановича были построены три общеобразовательные школы, детский дом, комплекс медучреждений, роддом, медицинское училище, кинотеатр Москва. Проведена классификация жилого фонда. Открылись новые библиотеки. Времена позволили построить Джима-мечеть и начать возведение церкви. Многое он сделал. Прекрасным был человеком, добрым человеком. Вы знаете, я тоже с ним работал в это время в аппарате горисполкома. И я хочу сказать, что вот у него, он был добродушен ко всем каспийчанам. У него не было специального, был рабочий этот приемный день. У нас у каждого руководит свои приемные дни в неделю. А у него были все дни приемные. Право открыть памятную плиту предоставилось заместителю главы Каспийска Гусейну Ункилову и племяннику Магомеда Халилова Асадули Алигарову. Отметим, что монумент был реализован и организован инициативной группой Асадулой Алигаровым, Ахмедом Халиловым, Османом Османовым и Вячеславом Шальмиевым при поддержке каспийчан, спонсоров администрации города и депутатского корпуса. Продолжение следует...